В Париже впервые вручили международную премию ЮНЕСКО имени Менделеева. Учредила ее Россия. Одним из двух лауреатов стал наш соотечественник, научный руководитель лаборатории ядерных реакций Юрий Аганессян. За свои выдающиеся заслуги он получил золотую медаль и награду в 250 тысяч долларов. Как проходила торжественная церемония, какие были критерии отбора, расскажет Анастасия Попова. Для тех, кто собрался в этом зале, наука — это страсть, которая сегодня выражается в тесном переплетении различных дисциплин — физики, химии, биологии, математики. Соединить все в одно и поощрить лучших. Инициатива России при поддержке ЮНЕСКО. 2021 год — это год науки и технологий. И одна из приоритетных целей этого года является вовлечение и привлечение молодежи в науку. Мы приветствуем все, что направлено на развитие фундаментальных наук, на внедрение инноваций, на обмен студентами, преподавателями. И вот подобного рода премии, инициатором которых является Российская Федерация, по-моему, лучше подтверждение этому. На сцену зала конференции поднимается Юрий Аганесян, выдающийся российский ученый, под руководством которого была обнаружена область стабильности сверхтяжелых ядер. А в таблицу Менделеева добавлены сразу пять новых химических элементов, один из которых назвали в его честь — Аганессон. Он первый российский ученый, удостоенный такой чести еще при жизни. И теперь стал одним из первых лауреатов новой научной премии. Я его называю необычной премией в честь необычного человека. Если Аганесян изобрел буквы и алфавит научного языка, то второй лауреат из Италии, химик Винченцо Бальзани, создал из этих букв слова. Занимался фотохимией, преобразованием солнечной энергии в электрическую. В честь каждого из лауреатов в ЮНЕСКО звучит своя композиция. В научном мире международная премия ЮНЕСКО России имени Менделеева по праву претендует занять очень важное и весомое место, как минимум по составу жюри. Кто лучше определяют ведущие умы из Африки, Америки и Евразии? В жюри семь человек, трое из которых — лауреаты Нобелевской премии. Претендентов изначально было около сотни. Спорили много, спорили много, но спорили открыто, спорили очень деликатно, этично и с большим уважением к мнению друг друга. Но как только мы договорились о том, что это премия, в первую очередь, за научные достижения и за ценность новых знаний, полученных в ходе долгой научной карьеры, около 20 претендентов были отобраны в так называемый шорт-лист. Важный критерий отбора — активная работа с молодежью. За будущее российской науки Юрий Аганесян спокоен. Очень долгие ребята, с большим энтузиазмом они работают. Мне просто интересно на них смотреть. Просто интересно на них смотреть. И с ними заниматься, им считать лекции, они реагируют точно. Мировое соперничество сейчас идет за технологии. Фундаментальная наука — это база, где на правах лидера нужно брать инициативу на себя. Россия это инициировала, Россия предложила условия. Все страны в ЮНЕСКО согласились с этим. И сегодня день не только лауреатов, но и день России, как я считаю. Вот это пример нашей наступательной политики на международной арене. И через фундаментальную науку мы можем добиться большего. Международную премию ЮНЕСКО-Россия имени Менделеева будут вручать раз в два года. Следующая церемония пройдет в Москве. Анастасия Поповли, Абернацкий Вести, Париж, Франция.